188 латынь про улица на собственное значит это у нас улиц попадается к полифему что интересно древние точно знали где этот циклоп жил и он жил в сицилии так что сицилийской мафии они возможно дети циклопов вот точно во всех источниках и в римских и греческих уверенно говорится что циклопов там полная сицилия была по крайней мере во времена одессея ну короче кончается что да он попался этому циклопу и циклоп начал есть его этих всех товарищей одессея ну и на собственный разбор это все так она сынок у я перевожу окончание пятого письма луцилию с эту двою склок воде и люцеллюм такому коммунициям а под гекатонным ностром инвене купить это там фильмы маяцам от тимурис remedia профессора но также и сегодня в этот день я хочу поделиться с тобой чтобы с тобой поделиться в этот день своим небольшим доходом своим небольшим привык км это он имеет ввиду что он каждый день что-то вычитывает просто раньше там в письма было как зацерон каждый день читает какие-то тексты и выбирает из них из речений над ними размышляет вот он опять к этой теме пришел но я хочу сегодня поделиться своим небольшим доходом на сегодня у нашего гекатона то есть нашего видим имеется ввиду стойка нашел я что помогает пока покончить с желаниями помогает для лечения от страха положить конец желанием это помогает способствует лечению страха вот то есть кого нет желанию того нет и страха ну кстати в этой точке сэнека довольно близок к будде которые очень часто рассуждают вот именно так что если от желания отказаться то не надо будет бояться не надо быть ничего хотеть и не будет и стресс то есть если ничего не хотеть то и переживать из-за каких-то потерь не надо будет ну вот сэнека к этому очень близок и вот сейчас тут будут некоторые рассуждения на на очень близкую буддистам тему дэзина сын квит тимире сисперары дезирис он говорит то язык о том что ты перестанешь бояться если ты перестанешь надеяться если перестанешь надеяться то перестанешь бояться вот эти вот изречения дэзина стимире сисперары дезирис вот можно повторять и медитировать дидцит сквомода и статан диверса паритер сунд ты скажешь как такие разные вещи могут быть равными могут быть уравнены ну а именно бояться и надеяться то что вещи разные вроде бы почему он их связывает и то есть милю цели кум вида антар диссидор и конъюнкта сунд да вот именно так моему целей хотя кажется что они расходятся но они соединены эти вещи то есть страха и надежда к вам отводом адем катена это кустодиум отмили тэмку полет секрест такой там 10 7 ли асунт паритер инцидант спем эту секретур вот таким образом как цепь связывает охранника и пленного точно также вот эти совсем разные вещи настолько разные вещи выступают качестве равных и именно вслед за надеждой следует страх страх следует за надежды с пм эту секретур страх следует за надеждой вот лечение нек мирор и 100 секиры утрунку и пенденте с аниме с утрунку и футури экспектационные солицы ты ну я не я не удивляюсь этому это не удивительно для меня что так вот все происходит потому что все обе эти оба этих состояния свойственно неуверенному духу то есть неуверенный дух он с одной стороны надеется с другой стороны боится как еще говорили горят сибири лох боится жизни такой вот неуверенный человек он колеблется между страхом и надеждой поэтому эти состояние связан горится на к вот и кроме того оба эти состояния отрунка футури экспертационные солицы ты свойственны духу возбужденному ожиданием будущего оба эти состояния свойственные человеку который возбужден от того что он думает о будущем он испытывает или надежду или страх то есть он думает что будущем будет хорошее либо плохое если хорошая это надежда если плохой это страх максимал там утре узкая кауза с квот нон от презенция оптамур сетка агитационная сын лонгин кого примитимус главная же причина обоих этих состояний заключается в том что мы желаем не настоящего не приспосабливаемся к настоящему а следуем размышлением о будущем о том что далеко впереди следуем размышлением о том что не даже не на будущем лонгин кого а следуем размышлением об отдаленном о том что далеко то есть мы не приспосабливаемся к настоящему не делаем то что вообще вся живая природа делает что она адаптируется к тому, что происходит в настоящее время. Но мы думаем все время о будущем, о том, что очень давно, очень далеко от нас, находимся в том, что далеко от нас. Итак, провиденция, максимум бонум кондиционис гуманы ин малюм версээс. Таким образом, предвидение, то есть способность прогнозировать наилучшее благо человеческого состояния, то есть лучшее, что у человека есть, это провиденция, то есть способность видеть вперед. Вот таким образом она обращена во зло. То есть человеку дана способность прогнозировать, но те, которые надеются или боятся, обращают ее во зло, потому что они все время думают о будущем, а не занимаются настоящим. Такая идея. Это все. Ну вот, да, то, что я говорю, что звери бегут от той опасности, которую видят. А когда они убегают, они чувствуют себя в безопасности, сынок и говорит. По крайней мере, звери свободны от наших всех страхов и надежд об отдаленном будущем. Мы же мучаемся и о том, что будет, и о том, что прошло. Многое из нашего доброго нам вредит. Многое из того, что у нас есть хорошего, нам вредит, говорит Сенека. Например, память, ведь память возвращает нас к мукам страха, которые мы ранее пережили. То есть память нам вредит тем, что мы вспоминаем о тех мучениях, которые мы ранее пережили, например, о мучениях о страхе. И снова как бы их переживаем. А провиденция, способность прогнозировать, она антиципат опять торментом, да. Способность прогнозировать, она предвосхищает для нас будущие муки. То есть нашу способность для прогноза мы превращаем в способность переживать какие-то возможные страдания, которых еще нет. Но это неразумно, говорит Сенека. Но в то же время ведь и память, и способность прогнозирования это добрые же, да, качества, благодаря им мы как люди существуем. Но вот он говорит, что в данном случае они служат злу. То есть вместо того, чтобы из памяти что-то полезное выуживать, мы вспоминаем какие-то свои мучения. Или вместо того, чтобы прогнозировать будущее рационально, мы придумываем, что в будущем какие-то ужасные штуки произойдут. Это неразумно. Nemo tantum presentibus miser est. Никто не бывает несчастным только от того, что происходит сейчас. Никакой человек не является несчастным от настоящего только. Он все время добавляет себе несчастье от прошлого и будущего обязательно. Письмо, окончание пятого письма Сенеке. Но достаточно такое, да. Наши сейчас все психологи с этим и парятся. Что все неврозы связаны с тем, что либо все время в прошлое вспоминают, либо какое-то себе будущее придумывают. И способности ума не используют как нужно, вообще говоря. Вместо того, чтобы планировать, допустим, способность провиденция, то есть это способность что-то планировать. Вместо того, чтобы планировать, что будет, допустим, в ближайшее время, исходя из ресурсов, все планируют, что скоро будет что-то ужасное. Ну, а в наших условиях во время войны, возможной революции, либо массовых репрессий, это все очень актуально тоже. Все время сочиняем, что все будет еще хуже, война еще ухудшится и так далее. А надо на самом деле планировать, что мы реально можем сделать, чтобы себя спасти от всех этих бедствий. и как-то им, может быть, противостоять, насколько это получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!